В Москве подан первый в истории России экологический коллективный иск. Более 30 жителей подмосковных городов Егорьевска и Электрогорск требуют о компании Кроношпан возместить причиненный ущерб. Они утверждают, что производитель древесных плит загрязняет воздух, воду и почву. Все эти факелы, все эти выбросы идут на нас. Таких детей с острым кашлем, похожим на кашель старичков, как нам сказала педиатр, принимавший нас, из Электрогорска приезжает очень много. То ли это фальмардегиды, либо другие какие-то химические вещества, с этим нужно разобраться, чтобы этому дали оценку реально органы Росприроднадзора. Ну я хочу сказать, что в принципе у нас относительно нормально с точки зрения кого-то. Буквально в декабре 2019 года о Кроношпан было привлечено к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации газочистного оборудования. Более того, по результатам работы Московской областной природоохранной прокуратуры стало известно, что деятельность предприятия Кроношпан ведется с грубым нарушением экологического законодательства. За моей спиной находится предприятие Кроношпан, которое уже много лет держит в заложниках экологию целого городского округа. И останавливаться, по всей видимости, не собирается. На данный момент у нас очередные публичные слушания проходят, да, сейчас принимаются там предложения, возражения по изменению генерального план города. По этому генеральному плану получается, что лучше не будет. Я понимаю, что Кроношпан как предприятие, ему надо расти, развиваться, но я думаю, что не за счет нашего здоровья и здоровья наших детей. Очень тревожит вопрос по участку бывшего полигона Липовой Гривы. Он не санкционированная была там свалка, и земли там сельхозназначения. А сейчас вот по генеральному плану землю, как раз вот указано, что их будут выводить из сельхозназначения и переводить в зону по утилизации, обезвреживанию отходов. Вот возникает вопрос, как бы это все не узаконили. Потому что, если это будет назначение зоны утилизации, мы боимся, что там что-то появится, возможно, даже мусоросжигательный или какой-то другой завод. Судя по всему, они решили вмешаться в градостроительный план города, вырубить целый лес под предприятие по утилизации отходов, а также закрыть единственную дорогу, можно сказать, дорогу жизни жителей жизнедорожной станции, которой они пользуются почти каждый день. Рядом с Кроношпаном очень давно, с 1968 года, находятся два СНТ. Они очень старые. Это СНТ «Березка» и СНТ «Елочка». В плане этого расширения Кроношпана мы сейчас попадаем в центр промзоны. Мало того, что они собираются, объединяя две территории, которые они прикупили для расширения, они перерезают нам единственную дорогу, по которой можно было пройти от электрички и по которой можно было проехать на машине скорой помощи пожарной. Плюс к тому, что наши леса, вот эти леса, которые Кроношпан собирается вырубать, они входят в зеленый пояс Москвы в том числе. То есть это кусок легких не только Московской области, но и Москвы. Если эти гектары вырубят, что будет дальше? Все, что изменяется в городе, это обязательно с подачей жителей. Наша активная группа, которая занимается вопросом Кроношпана, участвует в круглых столах с ним. Участвовали. Сейчас мы даже не можем в публичных слушаниях поучаствовать, потому что их толком не будет. То есть мы не имеем сейчас никакого слова. Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Мы регулярно проводим круглые столы и с представителями тех предприятий, которые больше всего вызывают резонанс у нас на территории. И Роспотребнадзор приглашаем, и активных жителей, которые задают вопросы. Мы проводим такие круглые столы регулярно, в среднем раз в квартал. Но мы боимся, конечно, что нас не услышат. Потому что все уже было, наши возражения были, и все это было завернули, и обещали, что будут искать другую площадку. А на данный момент происходит вот такая ситуация, что все они не только возвращаются, что было по тому генплану, который народ отклонил, а даже вот он еще более такой негативный, вот я считаю, для экологии города. Прежде чем с людьми как бы, ну, вступить в диалог, мы должны быть к этому готовы. Поэтому если у нас возникают какие-то опасения со стороны жителей, мы берем тайм-аут для того, чтобы проверить, и подтверждается ли ситуация, которую они описывают. Вот, если подтверждается, мы принимаем меры. Хотя, конечно, в принципе, как правило, вот, ну, их опасения преждевременные или чрезмерные. Так это или нет, мы, конечно, будем и дальше продолжать разбираться по этому вопросу и держать его на пульсе.